И так, как и всегда, прежде чем мы начнем погружаться в исследование нашего наследия во Христе Иисусе, которое сосредоточено, содержится в Слове Божьем, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божие, Иван для Луки 2, 4 глава, 44 стих. И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надбежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в Салмах. И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей работы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять с нашей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4 стихи, 22-24. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И как мы с вами уже установили, для выполнения этой повелевающей и судьбоносной заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола. Это отложить прежний образ жизни, то есть отложить, обновиться, облечься. Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов как раз и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева. Вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги «Вечная жизнь». В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании следующего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека? Созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И в связи с облечением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога, без которой мы не сможем облечься в новый образ жизни. Это Его милость, которая является уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, а средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследии и милости Божьих, разумеется, является оружием молитвы или поклонения. Учитывая, что каждый раз, говоря о молитве или начиная говорить, я делаю достаточно пространное повторение. И причина заключается в том, что молитва вводит нас в присутствие Бога. Находясь в присутствии Бога, вы находитесь в безопасности по той простой причине, что Бог – опасность, сама опасность Боге. Лучше быть подальше, некоторые скажут, если с Богом опасно. Он огонь, пожирающая святость. Кто может жить в этом огне? Поэтому мы учимся такой молитве, которая будет нас сводить. Для того, чтобы уносить просто жертву Богу, обыкновенного тельца, человек учился 30 лет, повторяя одно и то же, чтобы как чего не нарушить. Потому что, несмотря на то, что храм был материальный, но в этом материальном храме жил и присутствовал и пребывал Бог, настоящий реальный Бог. И малейшее несовпадение в жертвоприношении или в облачении или в неправильном вхождении в его присутствие грозило для этих людей смертью. Мы с легкостью относимся к молитве. Мы часто думаем, да зачем опять мы повторяем, мы это знаем, мы только думаем, что мы знаем. На самом деле, то, что я повторяю, мы очень плохо знаем. Если бы мы хорошо знали, мы были бы обречены в огонь и приблизились к Богу. Молитва должна вводить нас в присутствие великой опасности. Да, мы будем в безопасности от греха, но если мы войдем туда с каким-то непониманием, невежеством, незнанием, мы будем уничтожены. Вот почему нам нужно не просто ждать новое что-то, быстрее новое. Давайте будем усваивать то, о чем мы говорим постоянно. Молитва – это не только средство общения с Богом, но это некое юридическое право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Иногда люди говорят, как, мы даем Богу право? Да нет, мы не даем Богу право. Это Он установил это право, а не мы. И такое право могут давать только люди, подобные Ему. Когда станет подобный человек Ему, только тогда Он может давать Богу право на Его же установленных условиях. Так захотел Бог. Это не значит, что Он становится чем-то второстепенным. Он остается первостепенным, но Он хочет не нарушать нашей суверенности и хочет сработать. Он дал нам привилегию, ввел нас в эту сработу. И, разумеется, эти условия растлиты по всему Писанию, но одна из таких молитв записана в 142-й песне как раз и раскрывает эти уникальные условия, на основании которых человек призван давать Богу право на вмешательство в свою жизнь милости Божьих. Она-то и явилась предметом нашего последующего исследования. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей». Видите, внемли молению моему поистине Твоей. А если я буду молиться не поистине, если я своими словами буду молиться, Писание говорит, возьмите молитвенные слова и идите ко мне. А мы нас с детства не научили брать молитвенные слова. Вот что взбредет, то мы и говорим, что хотим, то мы и просим. Мы не знаем, что мы просим и как мы просим, а мы должны знать. «Внимли моленью моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благе доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. И так, чтобы быть услышанным Богом, как мы уже установили, Давиду в данной молитве необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в Его жизнь милости, в которой он нуждался. И такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря, услышь меня ради Твоей истины и правды. Услышь меня ради воспоминания дни древних и всех дел Тых. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты Бог мой. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой. На предыдущих служениях мы рассмотрели природу первого аргумента, который давал Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися врагами и остановились на исследовании второго аргумента. Это доказательство того, что Давид пребывал в воспоминании дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. Пребывал – это значит, у него это было в памяти. Это заложено было на уровне духовной генетики в его стволовых клетках, то есть в его духе. Это весьма важная составляющая истинной правды, в которой Давид пребывал и которую он приводил Богу в молитве, как некий аргумент, говоря, «Услышь меня ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих, совершенных тобой в этих днях». Вот ради этого. Он знал, что Бог ради этого услышит, поэтому и говорил. «А посему хранить в своем сердце воспоминания дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях, это, по сути, дело хранить в своем сердце истинную правду, которая свидетельствует пред Богом о результатах великого дела искупления, дающего Богу возможность являть в нашем сердце множество своих милостей». Другими словами, говоря, чтобы быть услышанным Богом, в откровениях Его у Рима, то есть Святого Духа, необходимо сохранять в своей памяти дела Божьи в предмете Его Тумима, то есть Слова Божьего, которое Он совершил в древних днях, дел Божиих. В связи с этим мы начали рассматривать ряд таких вопросов. Во-первых, кем или чем по своей сущности является память дел Божьих, запечатленных им в древних днях, на скрижалях нашего сердца? Во-вторых, какое назначение признано выполнять память дел Божьих, запечатленных в древних днях и записанных на скрижалях нашего сердца? Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать памятью дел Божьих? И какие результаты последуют от наличия в самом себе памяти дел Божьих, запечатленных в древних днях? Рассматривая вопрос, первый, чем сама по себе является память, как по своей сущности, так и по своему определению, мы пришли к выводу, что память, которая содержится в человеке, определяет как суть самого человека, так и его суверенные границы, его личность перед Богом. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Притчи 23.7. Учитывая, что память этой информации, содержащейся в формате мысли, следует, что, сохраняя на скрижалях своего сердца мысленный образ дел Божьих, совершенных им в древних днях, и затем, исповедуя пред Богом дела, совершенные им в древних днях, мы трансформируемся в образ нашего мышления, обуславливающий в нашем сердце дела Бога, совершенные им в древних днях своим словом. Что с нашей стороны выражается в праве, которое мы даем Богу на вмешательство в свою жизнь его милости. Как написано, «Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего» Иона 2.8. То есть, когда я вспомнил, вот тогда молитва и дошла. «Сохраняя в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, мы изглаживаем в это самое время как память дел человеческих, так и информацию, переданную нам от светлой жизни наших отцов». То есть, мы изглаживаем генетическую программу греха, переданную в семьи наших отцов, когда мы вспоминаем и исповедуем. Мы вспоминаем, исповедуем и говорим, «Благословен ты, Господи, сотворивший небо и землю, и всех живущих». Когда вы говорите, у вас проносится образ творения. «Благословен ты, когда вывел ты народ израильский, рукою крепкою и превознесенной». И вы понимаете, что вы являетесь частью Израиля, потому что Израиль – это поклонник Бога, поклоняющийся Богу. Это не национальность, это состояние, определяющее молитвенного поклонника. Раба Божия. И, напротив, когда мы сосредотачиваем свой взор и свои мысли на делах человеческих, мы изглаживаем память дел Божьих в своем сердце, если мы ее туда записали. И, таким образом, сами себя лишаем права на вечную жизнь и сами облекаем себя на погибель в озере Огненном. То есть, это происходит, когда мы слушаем проповедников, которые убеждают, что можно использовать духовные принципы для материального процветания. Вот, когда вы начинаете использовать духовные принципы для материального процветания, вы изглаживаете память дел Божьих, произведенных им в древних днях в своем сердце. И вы вновь восстанавливаете программу генетического проклятия, которую получили от суетной жизни отцов. Память человека, содержащейся в его мысленных образах, как программа его жизни – это крепость и оружие человека. И если лишить его памяти, это будет выглядеть, как разрушенный город. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Псалом 9.7. Память дел Божьих, содержащаяся в сердце человека, в мысленных образах в формате генетической программы Бога, это наследие Христово, которое передается только одним путем, от одного праведного рода к другому, через наставление в вере, или же благовестное слово о Царстве Небесном. «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и памяти тебе в рот и рот». Псалом 101.13. Память дел Божьих, содержащейся в сердце человека, в мысленных образах в формате генетической программы Бога, является в сердце человека памятной святыней Бога и предметом Его немеркнущей славы, которая является местом Его пребывания. Вот когда мы держим в памяти дела Божьи, и Бог пребывает в этих делах там, в нас, внутри. И это является немеркнущей славой Его святыни и местом пребывания. «Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его». То есть вот славьте эту память, потому что я там живу, место мое пребывания, я живу в мысленных образах, я там нахожусь. Псалом 29.5. «Поэтому, исходя из многих изречений Писания, все чудеса и дела Божьи совершены им в древних днях и вырезаны, как на печати, на скрижалях нашего сердца, это откровение спасительной благодати Божией, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь». Псалом 110.4. При рассматривании второго вопроса, какое назначение в отношениях между Богом и искупленным им человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведенных им в древних днях и записанные на скрижалях нашего сердца, мы в определенном формате уже рассмотрели три составляющих, которые служат памятью пред Богом и остановились на исследовании. Четвертой составляющей – это судны на перстник, содержащие в себе таинства Тумима и Урима, последствия которых Бог мог слышать человека, а человек мог слышать Бога. Без наличия Урима и Тумима наши молитвы идут на ветер, они вообще, Бог их не может слышать, Он их не слышит. Но человек получает удовлетворение, он помолился, он удовлетворяет свое религиозное чувство, но никак не диалог с Богом не произошел, этот диалог, потому что нет Тумима и Урима. Поэтому судно на перстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, как мы установили, это на самом деле образ формата постоянной молитвы. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного на перстника, не имеет права называться молитвой, потому что только формат постоянной молитвы, представленный в судном на перстнике первосвященника, дает нам право входить в освятилище, как царям и священникам Богу, которые призваны представлять интересы Суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в двенадцати жемчужных воротах и в двенадцати именах сынов Иакова, написанных на этих воротах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колоссянов 4, 2. Постоянство молитвы – это бодрство не на страже дверей своего сердца, которое призвано избавить нас от грядущих бедствий, и определяется такое бодрствование весело горящим светильником, определяющим состояние сердца праведника. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Притча 13, 9. Притом, смотрите, светильник – это, горящий светильник – это человек, рожденный от Бога. Вы скажете, а как же тогда светильник нечестивый? Да, он был святым. Чтобы стать нечестивым, вначале надо быть святым. Еще раз повторяю, чтобы стать нечестивым, вначале надо быть святым. Поэтому, раскрывая в этой притче суть весело горящего светильника, Иисус в свое время сказал, «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, досподобитесь, избежать всех всех будущих бедствий и предстать предсына человеческого». Луки, 21, 36. Порядок устройства судного наперстника обуславливает требования Духа и истины, которыми должны обладать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. А раз ищет, значит, еще не успокоился. Когда он найдет полное число поклонников, тогда он успокоится. При нарушении устройства этого порядка судный наперстник обуславливающий состояние и природу поклонника Бога не может называться судным наперстником, так как утрачивают свою природу, свое свойство. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Иоанна 4, 23, 24. То есть в этом коротком изречении дважды повторяется, что истинные поклонники должны поклоняться в Духе и истине. А посему на практике поклонение Отцу в Духе и истине заключается в том, чтобы не повреждать истины Божией в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыности, лицемерия и корости. Мы отметили, что все птогенти, то есть в нашем переводе судный наперстник называется знамением правосудия. Образ судного наперстника находит свое выражение в совести человека, очищенной от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего плоти. То есть нужно сперва очистить совесть от мертвых дел, а потом записать туда. Совесть, очищенной от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, будет обуславлять природу истинных поклонников и давать право действовать как в них, так и через них Богу на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и материал, из которого должен был устрояться судный наперстник, и остановились на рассматривании следующего требования, которое гласит, и став в него, то есть в судный наперстник, оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, тапаз, изумруд, это один ряд, второй ряд, карбункул, сапир и алмаз, третий ряд, яхонт, агат и аметист, четвертый ряд, хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. С их камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых, по именам их, на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен. Итак, двенадцать золотых гнезд наперстника, вотканных в судно наперстника, это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, написано на скрижалях нашего сердца, которые мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. А двенадцать драгоценных камней, с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенность суды Бога, которая должна шлифоваться и подгоняться под золотые гнезда. Мы не должны подгонять под себя истину, мы себя под истину должны подгонять. Постоянная молитва, это молитва неотступная, которая находит свое выражение в уповании на Бога. И такое упование на скрижалях нашего сердца представлено в двенадцати драгоценных камнях судного наперстника, с вырезанными на них двенадцатью именами сынов Иакова, которые одновременно представляют какое-то из имен Бога. Потому что Бог передал свое свойство молитвенникам. И каждый драгоценный камень, каждое свойство, это какое-то имя Бога. И так не отставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Евреям 10, 35. А наше упование это имена Бога, которые показывают, кем для нас является Бог, что Он сделал для нас и что мы должны делать, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. А посему упование, в котором на скрижалях нашего сердца отсутствует судно-наперстник, содержащий в себе достоинство двенадцати драгоценных камней, с вырезанными на них двенадцатью именами сынов Иакова, не может являться упованием. Устройство судного наперстника в двенадцати драгоценных камнях содержит в себе тот же порядок, что и устройство двенадцати драгоценных оснований стены Нового Иерусалима и двенадцати жемчужных ворот, но с иными функциями и иным назначением. Это средство к достижению поставленной для нас Богом цели, которая именуется постоянной молитвой. Например, устройство двенадцати драгоценных оснований стены Нового Иерусалима содержит в себе стратегию двенадцати учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, благодаря которому мы призваны взрастить себя в образ совершенства, присущего Богу. Это наша цель. Выполнение этой цели дает нам право вкушать от плодов дерева жизни 12 раз приносящим плод, дающим на каждый месяц плод свой. Устройство 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима содержит в себе стратегию напастей со Христом, которая является ключами ко входу в Царство Небесное, которым является дерево жизни 12 раз приносящим плод на каждый месяц. Это цена за право вкушать от плодов дерева жизни или же облекаться в плод дерева жизни, который является плодами воскресения или плодами правды. То есть практически это новый человек должен обладать этими свойствами. Устройство дерева жизни, приносящее плод 12 раз в каждом месяце года, содержит в себе стратегию обличения в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Это результат или награда вечной жизни за перенесение напастей со Христом, представленных в 12 жемчужных воротах. При этом мы отметили, что все великолепие и порядок храма создавалось только для нового священного предмета и обслуживало только один священный предмет, это золотой ковчег завета. Точно так же и вход первосвященника, прикрепленным к нему судным наперстником, создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега, это урим и тумим. Как золотой ковчег завета, так и судны наперстник образно представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Урим и тумим – это свет и совершенство, свет и право, или же откровение и истина. Десятословие, положенное внутрь ковчега завета, являлось истиной, и эту истину судном наперстник представлял тумим. Притом, десятословие, обратите внимание, часто люди думают, что десятословие – это старый закон. Это закон потом пришел к этому десятословию. Десять заповедей никуда не делись. Десять заповедей отображают как Новый Завет, так и Старый Завет. Если там сказано «не прелюбодействовать», что значит «нужно отменить», а в Новом Завете можно прелюбодействовать? Или если там сказано «поклоняться только одному Богу и не делать себе Бога», то в Новом Завете что-то другое сказано? Нет. Вот весь закон, Новый и Старый, содержится в десяти заповедях. Просто Старый Закон представлял образные жертвы, а Новый Завет представляет уже наши молитвы в этих жертвах. А суть закона-то остается все та же. Откровение, которое человек мог получать над крышкой ковчега, Завета в судном на перстнике представлял Урим. А посеву поклонникам Бога мог быть только тот человек, который обладал совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина в предмете Тумима. Всего, чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины, которую представлял Тумим в учении Иисуса Христа. Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как написано? И вот я в сердце всякого мудрого. Мудрый – это человек, у которого записано учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А понять это учение и записать его можно только через наставление в слове, через слышание семени слова. Мы не можем записать его, читая Библию сами по себе. Бог не создавал Библию для этого, Он создал для этого церковь. И через Библию поставил, что в церковь Он будет поставлять людей. И через слышание слова будет возникать семя, когда мы слышим слово, помазанное Святым Духом. Люди думают, что если они пошли, где-то поучились, в каких-то школах библейских они что-то приобрели. Они приобрели надменность, гордыню, потому что знания надмевают. Там не преподают откровения. Там преподают просто обыкновенно. То есть ты должен знать, кто написал, когда написал, какие были апостолы, какие были всевозможные богословы и какие идеи они выдвинули. Хотя эти идеи противоречивы, ты должен их знать, и за это ты получаешь оценку. Один говорил одно, третий, другой, четвертый, пятый. А ты шестое можешь сказать. А когда спрашиваешь там, а где же истина, они говорят, богословие – это не истина. Богословие – это собор всяких фольклоров, всяких выдумок, всяких заблуждений. А уже узнать истину, они говорят, мы ее здесь не преподаем. Богословие – это не истина. Богословие – это просто соборное мнение, понимание мест висания. Один это место так понимает, толкует другой, так, третий так. Иногда мне говорят, ты чего на богословов наезжаешь? Я говорю, я на них не наезжаю, просто они под ноги попадаются. Когда я иду к цели, к Богу, они попадаются, поэтому и приходится переезжать. Будет ли это богослов или нечестивый, какая мне разница, с кем он такой. Я перееду через него и поеду дальше, и вы там орите и кричите и вяжите, что угодно. Ваше дело вяжать, а мое – вперед идти и прославлять, и наступать. «Итак, вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы не сделали все, что я повелел тебе». Исход 31.6. Практически здесь говорится о свойстве мудрости, содержащейся в Тумиме и Уриме, и о том, что носители Тумима и Урима являются поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. Второзаконие 33.8.11. «И о Левии сказал Тумим Твой и Урим Твой на святом муже Твоем, которого Ты искусил в массе, с которым Ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце Своем и матери Своей, я на них не смотрю, и братьев Своих не признает, и сыновей Своих не знает, ибо они левиты слова моих Твоих родят, и завет Твой соблюдают, учат законом Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лицо Твое и всесожжение на жертвенник Твой. «Благослови, Господи, силу Его и одели рук Его благоволей, порази чресла восстающих на Него и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять». Видите, здесь говорится о поклонниках Бога. Поэтому из имеющихся благословений, которыми Моисей, человек Божий, благословил Левия, следует, что людей, относящих себя к избранному Богом народу, но восстающих на носителей Урима и Тумима и ненавидящих их из-за отсутствия в себе Урима и Тумима, ждет незавидная будущность в озере Огненном, горящем огнем и серою. В определенном формате мы уже рассмотрели первые пять свойств поклонника Бога, через которые Бог мог постоянно проявлять свою волю, свое действие на планете Земля и остановились на шестом свойстве поклонника Бога, представленного на судном наперстнике нашего сердца в достоинстве драгоценного камня Алмаза. Шестым именем во втором ряду снизу вырезанным на драгоценном камне судном наперстника на скрижалях нашего сердца являлось имя шестого сына Иакова Нефалим, означающее «борец». И еще зачала и родила Ваала, служанка Рахилина, другого сына Иакову, и сказала Рахиль, «Борьбою сильную боролась я с сестрой моею и превозмогла». И нарекла ему имя Нефалим, то есть «борец». Мы отметили, что алмаз – это бриллиант, который является чистым углеродом и поэтому обладает большой твердостью. Само слово «бриллиант» не имеет никакого отношения к другим самоцветам, кроме алмаза, ограненных способом бриллиантовой огранки. Учитывая значение имени Нефалима «борец», вырезанного на драгоценном камне алмазе, оружие, которому мы признаны противостоять и бороться с нашими врагами, это постоянная молитва в силе Святого Духа, отвечающая требованиям драгоценного камня алмаза, ограненного бриллиантовой огранкой. Имя Бога, представленное в драгоценном камне алмазе, по предположениям иудейского равената, на иврите означает «элихай», что в переводе на русский язык означает «бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима, на драгоценном камне алмазе следует, что функции шестого принципа, положенного в основании постоянной молитвы, с которым нам следует являться постоянной памятью пред Богом, это наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живого. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь осем со всяким постоянством и молением о всех святых. Ефесянам 6, 18. Святой Дух может подвизаться с нами в молитвенном борьбе не при одном условии, когда наша молитва будет отвечать требованиям совершенной воли Божией, содержащейся на скрижалях нашего сердца в требованиях судного наперстника. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный, от где бы его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его и Ремии 10, 10. Видите, Бог есть опасность. С Ним безопасно, потому что Он опасность. Он сама опасность, поэтому с Ним и безопасно. Имя Бога живого являлось форматом клятвы. И категория святого народа, которая не научилась клясться Богом живым или клялась им ложно, подлежала полному и совершенному истреблению. Если она не клялась, и если клялась ложно, она подлежала истреблению. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться валом, то водворяться среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Видите, Бог живой. Мы призвали им клясться, когда приходим к Нему и говорим, жив Господь, перед которым я стою. Я верю в Его Слово. Итак, слово живой по отношению к Богу означает пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои в Терзаконе 10, 20, 21. Результатом клятвы именем Бога Живого или Эль-Хай всегда являлось исполнение обетования Божия, ради которого произносилась эта клятва. И сказал Иисус, речь идет о Иисусе, Сыне Навине, из всего узнайте, что среди вас есть Эль-Хай, то есть Бог Живой, который прогонит от вас Хананеев, Ихитеев, Иевеев, Ифиризеев, Игергисеев, Иамареев, и Евусеев. Вот ковчег Завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан, и как только стопы ног священника, несущих ковчег Господа владыки всей земли ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеной. Иисус, она вина, 3, 10, 13. То есть, именно именем Бога Живого Эль-Хай Христос победил смерть, остановил Иордан. Народы, живущие на территории Израильской земли, которые являются нашими первостепенными врагами, это образ генетической программы, которую мы унаследовали от суетной жизни отцов. Суетная жизнь отцов это греховная жизнь, обуславливающая генетическую программу второй смерти или вечной смерти. И чтобы эту программу смерти изгладить из своей сущности, необходимо в молитвенном борении противопоставить ей программу жизни, содержащуюся в имени Бога Живого или в имени Бога Эль-Хай, которая представлена на скрижалях нашего сердца в судном на перстнике на драгоцентном бриллианте с именем Нефалима. А посему, исходя из характеристик содержащихся в достоинстве имени Бога Эль-Хай или же Бог Живой, следует, что свойства поклонника, содержащихся в достоинстве имени Бога Живого, призваны представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном для нас времени и пределах. Однако, чтобы посредством исповедания, веры своего сердца представлять характеристики Бога Живого в своей постоянной молитве пред Богом, нам необходимо в назначенное для нас время и пределах нашего обитания облечься в эту жизнь Бога, в это имя Божие, которое представляет наш внутренний человек к воскресенью Христовым. И чтобы представлять достоинство поклонника, поклоняющегося в духе истине в достоинстве драгоценного алмаза, представляющего Бога Живого, с вырезанным на нем именем Нефалима, означающего борец или же человек, дающий святому духу возможность бороться вместе с собою против организованных сил тьмы, противостоящими ему в выполнении совершенной воли Бога. Мы обратились к весьма важным характеристикам, содержащимся в имени Бога Живого, обусловленными достоинством алмаза, которым должен обладать всякий поклонник Бога в своей молитвенной борьбе обусловленной в достоинстве имени Нефалима. В силу этого мы прибегли к необходимости определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также, каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге, чтобы он мог входить в присутствие Господне и представлять не свою волю, а Его волю. Исходя из определений Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это изначальное предназначение, выраженное в их призвании – попирать нечестия и нечестивых в молитвенном борении. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. В силу этого молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему и недоступное возможностями человека. Из всех родов служения такая молитва является самым труднодоступным родом служения, которое большинство христиан в большинстве случаев избегает, пренебрегает и отвергает, боится изнутри. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними как добрый воин» 1 Тимофей 1, 18 «И чтобы определиться и выстроить некую ясную и упорядоченную для нас систему, которая поможет нам постичь природу постоянной молитвы в признаках, обуславливающих природу воинной молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных повелениях Бога, дающих человеку законное право кляться именем Бога Эльхай. То есть, сходя из откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта должна быть, во-первых, неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе или же молением на иных языках. В определенном формате мы уже рассмотрели признаки двух составляющих природу молитвы, которые обуславливают как состояние воина молитвы, так и его молитву. Сегодня мы рассмотрим, насколько это позволит нам Бог и мир и наша вера. Третью составляющую в природе воина молитвы это прилежность в молитве. В Писании слово прилежный предписывается в молитве как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. Несмотря на то, что слово прилежность и слово усердие подтверждают истинность друг друга и природу друг друга, по своей природе и по своей направленности они дают определение разным свойствам и при преследовании одинаковой цели, выраженные в совершенной воле Бога, они имеют разное назначение и применение. Это не одинаковые слова и близнецы. Усердие и прилежность. Мы должны знать, что прилежность по своей природной сути – это аналог противопоставленной лени. Лень и прилежность – это аналог. Так, например, усердие в молитве – это сердечное расположение и горячая преданность Богу, которая выражает неземную любовь к Богу – усердие. В то время как прилежность в молитве – это старательность, рожденная усердием, или же плод усердия, который выражается в молитвенном борении, в котором человек преодолевает сопротивление и преграды, стоящие на пути выполнения воли Божьей. Точно так же, как смирение является плодом кротости, и родство между ними определяется как родство между матерью и дочерью, или же как родство между отцом и сыном. А посему прилежность в молитве – это такая старательность, в которой человек задействует все имеющиеся у него силы и средства для достижения молитвенной цели, поставленной для него Богом. Кстати, корень слова «прилежности» находится в слове «прилежащий» или «прилегающий», что означает «располагающийся» или «находящийся в непосредственной близости от чего-либо или примыкающий к чему-либо». А посему, когда речь идет о прилежании в молитве, то речь идет о примыкании к воле Божией, в которой воин молитвы воинствует в пределах совершенной воли Божией. Для лучшего понимания значимости элемента прилежности в молитве я хочу предложить четыре пункта, которые помогут нам увидеть характеристику прилежности как бы в разрезе. Это определение прилежности, цена для приобретения прилежности, сохранение и развитие прилежности, плоды и награда прилежности. Итак, обратимся к Писанию и посмотрим, что собой представляет свойство прилежности в молитве и какими характеристиками Писание наделяет прилежность в молитве. Писание и определение прилежности выражается в молитвенной борьбе, в которой человек в сработе с Богом преодолевает препятствия, возникающие на пути к овладению наследием. Эта борьба хорошо характеризуется в молитве Иакова, в Вифиле, в которой Иаков в сработе с ангелом Божиим преодолел возникшие препятствия в лице брата своего Исава. Он боролся с ангелом и превозмог, и плакал, и умолял его в Вифиле. Он нашел нас там и говорил с нами. Остей 12, 4. Мы уже отмечали, что суть данной фразы обладает смыслом не борьбы с Богом, а борьбы со смертью, в которой ангел Божий помогал Иакову или боролся вместе с Иаковым. Далее, присутствие прилежности, выраженной в молитвенном борении. Мы встречаем у Сына Божия в Гефсиманском саду, где Он с ангелом, посланным Ему от Бога, благодаря своей прилежности преодолевает страх смерти, а вернее страх разрыва с Отцом и принимает решение выполнить совершенную волю Отца. Луки 22, 42-44. Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя, воля, но твоя да будет. И явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. И, находясь в борении, прилежнее молился. Из этих двух примеров прилежность в молитве эквивалента и сопоставима с затратом всех имеющихся у человека усилий. Прилежная молитва – это молитва, сопряженная с затратами разумных, волевых и эмоциональных способностей человека, в которую полностью вовлекается дух, душа и тело. Согласно академическому русскому словарю, термин «прилежный» означает «старательный, борющийся, прилагающий или затрачивающий все имеющиеся усилия». В силу этого молитва, обладающая в себе элементом прилежности, является, во-первых, орудием, взрыхляющим почву нашего сердца и делающая наше сердце доброй или мягкой землей, способной оплодотворять себя семенем Слова Божия. Во-вторых, прилежность в молитве становится оружием нашего воинствования, способным разрушать любые вражеские твердыни. В-третьих, прилежность в молитве становится строительным материалом для созидания самого себя в Дом Божий или в Дом молитвы. В-четвертых, прилежность в молитве дает возможность устроять из самих себя жертвенник Господень. В-пятых, прилежность в молитве представляет нас Богу в формате живой жертвы, благоугодной Богу. В-шестых, прилежность в молитве дает нам возможность наследовать обетование, данное нам во времени. В-седьмых, прилежность в молитве дает нам право входить в Царство Небесное и приобщаться к силам будущего века, то есть наследовать обетование, лежащее по ту сторону времени. Законы пророки Даяна с сего времени Царствие Божие благовестуются и всяким усилием входит в него, то есть прилежностью. Прилежность в молитве – это способность сдерживать давление и агрессию плоти, мира и демонов, пытающихся отклонить нас от выполнения воли Божией и навязать нам свою волю. Прилежность в молитве – это давление на плоть, мир и демонов с целью вытеснить их из пространства нашего призвания, которое принадлежит нам по праву, но находится под их контролем. И первостепенное призвание зоны нашей ответственности для каждого из нас выражается в границах трех субстанций нашей человеческой сущности – Духа, Души и Тела. Любая форма молитвы, возносимая Богу без алимента прилежности, не может найти благоволение в очах Божьих. Всякая молитва, которая творится без алимента прилежности, трансформирует наш дом из дома молитвы в вертеп разбойников. Так как отсутствие прилежности или отказ затрачивать усилие на сдерживание и на давление на плоть, на мир и на демонов не только не подвинет нас к реализации нашего наследия, но и будет ежедневно отнимать у нас те части наследия, которые мы уже имеем или получили по дару благодати. Итак, обратимся к Писанию и посмотрим, какую цену необходимо заплатить для приобретения свойства прилежности в молитве. Цена за приобретение прилежности в молитве сопряжена со страданиями за истину и определяется ежедневным выбором – пить из источника воды живой. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Накажет тебя нечестие твое». То есть вот когда мы оставляем источник живой воды и высекаем себе водоемы разбитые, то это нечестие. Писание говорит «накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое облечит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет к тебе, говорит Господь Бог Савоов». Иеремий 2, 13, 19. Следует отличать жестоковынность и упорство от прилежности. Первое исходит из гордыни, второе – из смирения пред Богом. Жестоковынность из гордыни, а прилежность – из смирения пред Богом. Молитва, лишенная прилежности – это высекание водоемов разбитых, которые не могут держать воды. Молитва, лишенная прилежности, приводит к обожествлению своего ума, выдала. Все идолы имеют свое происхождение в самообожествлении и только потом прогрессируют и апеллируют к низшему творению по отношению к самим себе. Вначале человек делает свой ум Богом, идолом, а потом уже начинает, наконец, поклоняться и комарам, и мухам, и всему, и всему, как говорится. Чтобы создать из своего ума идола, достаточно сделать решение отказаться, применять прилежность в молитве для исполнения воли Божией. И тогда своя судьба и судьбу потомков будут предрешены. «Отвергая разбитые водоемы в предмете человеческих умозаключений и выбирая источник воды живой в предмете послушания словам, исходящим из уст Божиих, доверенных Его посланникам, мы вносим значительный залог за приобретение и развитие потенциала прилежности, сокрытого в нашей новой сущности. Когда мы пьем воду из разбитых водоемов, мы страдаем. Однако эти страдания являются результатом нашей гордыни, а не ценой прилежности. Но когда мы будем пить из источника воды живой, мы также будем страдать, но только уже страдать за истину, так как все силы зла будут брошены против нас, чтобы увлечь нас к высеканию и созданию собственных водоемов. И тогда подобные страдания будут являться ценой, благодаря которой мы будем приобретать и являть в своих молитвах элемент прилежности, который рассматривается послушанием. «Хотя он и сын, однако, страданиями и навык к послушанию, и совершивший, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Евреям 5, 8, 9. «Прилежность в молитве как выбор, сопряженный с затратами усилий, становится просто необходимым элементом, способным не только остановить наступление врага, но и обратить его в панику и в бегство». Именно прилежность может обратить врага в панику и в бегство, не остановить его просто, сдержать, но он побежит, и вы захватите те территории, которые принадлежат вам, но находились ранее у него. А теперь обратимся и посмотрим, каким образом нам необходимо сохранять и развивать элемент прилежности в молитве. Потому что сохранение и развитие прилежности в молитве совершается в неуклонном, постоянном и дисциплинарном противостоянии силам своей нераспятой природы, искушениям мира и происском тьмы. Колоссянам 3, 23, 24 «И все, что делаете, делаете от души». Вот это слово «делаете от души», то есть прилежно на самом деле. «И все, что делаете, делаете прилежно, как для Господа, а не для человеков, зная, что воззаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». «Нарушая же данное повеление, мы поступаем не по правде и таким образом являем беззаконие». То есть нету прилежности – это уже не молитва, а беззаконие. «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 25. «Как видите, дела, совершаемые неприлежно, расцениваются Писанием как дела неправды и беззакония, потому что все, что делает и творит Бог, Он делает и творит с прилежностью». А по всему прилежность – это, в первую очередь, свойство самого Бога, и которым отмечены все его дела. Исходя из такой реальности, апостол Павел писал к Титу, которого он, как и Тимофей, называл своим сыном, чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. «Слово – это верно. Я желаю, чтобы ты подтверждал о всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». Титу 3, 7, 8. «Добрые дела определяются прилежным выполнением воли Божией, в то время как средством и силой для выполнения этой задачи является прилежная молитва. А теперь обратимся к плодам и награде, которую наследуют святые, благодаря применению прилежности в своих молитвах. Задействие прилежности в молитве – это подвиг веры, эталоном для подражания которой является Христос. Плоды и награда прилежности в молитве открывают возможность для раскрытия в самом себе сверхъестественной способности реализовывать свое призвание и свое наследие во всех областях и сферах нашей жизни или же дают Богу право отвечать нам на наши молитвы. Потому что, исходя из норм Писания, молитва, возносимая без прилежности, никогда не будет и никогда не была отвечена и услышана Богом. Естественная прилежность в молитве – прилежность – это естество. Мы заставляем это естественное, это нечто сверхъестественное. Поэтому будем понимать, что естественная прилежность в молитве дает Богу право отвечать на такую молитву сверхъестественным путем. Мы затрачиваем естественную прилежность, а Бог отвечает сверхъестественным путем на эту прилежность. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И вот ангел Господень пристал, и света сиял в темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее, и цепи упали с рук его деяния 12.5.7. О нем молилась церковь прилежно. То есть они дисциплинировали себя, то есть они не чувствовали в это время сверхъестественную силу. Вот в чем суть. Вы не чувствуете сверхъестественную силу, вы просто продолжаете стоять, затрачивая все свои усилия. И тогда Бог отвечает сверхъестественным путем на вот эту естественную прилежность. Естественная прилежность в молитве открывает в человеке сверхъестественную способность видеть и слышать голос Божий. видеть и слышать у Рим обыкновенная, естественная, прилежность. Исайя 21,6-10 И так сказал мне Господь, пойди, поставь сторжа, пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах, и вслушивался он прилежно с большим вниманием, и закричал, как лев, «Господин мой, что слышал я от Господа Савофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». То есть, если человек не имеет прилежности, он не сможет услышать, то есть, сработать с у Римом он не сможет. Прилежность – это часть тумима, которая есть в нем. Естественная прилежность в молитве дает человеку сверхъестественную способность господствовать над своими врагами. Притча 12.14. «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет подданию». Конечно, есть много таких пословиц. «Турана встает, тому Бог дает». Имеется в виду, «Рана встает и начинает работать», а не встает и просто занимается времяпровождением, прожигая время. «Естественная прилежность в молитве дает человеку сверхъестественную способность начальствовать в храме своего тела над всеми силами своей души». Первое про Липоминон 26.6.8. «У сына его Шемаи родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они и сыновья, их и братья их были люди прилежные и к службе способные». Вы видите, Богу нужны обыкновенные прилежные люди. У нас недавно произошел инцидент на предыдущем служении, воскресенье. Один человек возмутился и выскочил из собрания. Начал подходить к одной другой и говорит, «Тебя, Бог, коснулся, когда пели песню хитачами?» То есть он коснулся меня. «Я не чувствую, я не чувствую». Вот не надо ничего чувствовать. Мы много раз говорили, что вера – это не чувство, это знание. Вы не можете чувствовать духовные вещи в теле. То есть этот проводник тела может ощущать материальные предметы, но оно не может ощущать духовную суть. Да, тело может попасть и почувствовать сверхъестественно, но вы не сможете определить, это Бог или дьявол. Вы просто сверхъестественно можете чувствовать атмосферу. Поэтому, когда мы говорим о Боге, то всегда речь идет не столько о чувстве, сколько о знании. Вера – это информация, вера от слышания Слова Божия. То есть он коснулся. Если ты услышал, значит коснулся. Да, он меня коснулся. Почему? Я услышал. А потом уже от этого слышания чувства у каждого человека по-всякому может. Бывает, у человека нет этих чувств, потому что он либо удручен болезнью, либо чем-то еще, неважно, либо сильная атака демонических сил, и потому он не чувствует, но Бог очень близко к нему идет сильная борьба, и он должен прилежно. Посмотрите, что Иисус чувствовал в присутствии Господа? Он, наоборот, чувствовал, что Отец его оставляет. Он ужасался. Но написано, прилежнее молился, и был под его, как капли крови. Пришел ангел, подкреплял его, помогал ему в этой борьбе. То есть сверхъестественная сила пришла, потому что он прилежно молился. Поэтому не надо базироваться на том, что мы чувствуем. Базируйтесь на том, что вы слышите, и что вы знаете. Бог будет исполнять свое слово, а не то, что мы чувствуем. Очень многие люди, которые все время чувствовали присутствие Бога, окажутся в аду. Скажут, Господи, как же мы... Я чувствовал Тебя, я чувствовал Тебя. Я не чувствую Его, я чувствую, что Он меня оставил. И у меня всегда вот это... Думаю, да сколько же говорить. Когда подход, я не чувствую, я чувствую... Я говорю, послушайте, перестаньте чувствовать и не чувствовать. То есть пусть это будет. Я не говорю, не надо чувствовать. Но основывайтесь не на чувствах, а на знании, на информации. Естественная прилежность в молитве дает человеку сверхъестественную способность насыщать свои благие желания. Душа ленивого желает, но тщетно. А душа прилежных насытится. Притча 13.4. Эта притча, речь не идет, только об обыкновенных вещах, об пище тленной. Пища небесная или наследие наше нетленное мы получаем через прилежность. Если мы прилежно выполняем, нужна же прилежность. Иногда много вещей, которые мешают пойти на служение. Но мы прилежно готовим свое тело, умываемся, готовим, внутренне себя готовим и идем, преодолевая иногда преграды, затрачивая определенные силы, теряя определенные деньги, которые мы могли бы заработать. Вот особенно это бизнесменов касается. У них иногда в это время могут срываться какие-то сделки. У них может все, но для него сделка не сделка. Он говорит, подождите. Они говорят, нет, не можем ждать. Ну тогда все. Они говорят, ты что, ненормальный? Он говорит, у меня служение. Слушай, ты чего ненормальный? Ну, в следующий раз пойдешь на служение. Нет, тогда я не нарушу субботу. Я не могу нарушить субботу. У меня день покоя начинается. У меня служение. То есть, и, конечно, над ним смеются его же ближние, которые не посвящены Богу так, не платят этой цены, не понимают, не видят, неприлежные. То есть, когда надо, то есть для плоти, они для плоти, плоти у них на первом месте. А здесь плоть надо отодвигать. Все равно то, что мы зарабатываем, сгорит. Бог нам дает награду за то, что мы теряем часто материальное за счет того, чтобы набрать духовное. Теряем, мы платим цену. Поэтому здесь и говорится, что душа прилежных насытится. Естественная прилежность в молитве дает человеку сверхъестественную способность наращивать богатство нетленное. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Притча 10.4. Разумеется, обогащает. Потому что любое богатство, о котором говорил Давид и другие пророки, которые обладали несметными богатствами материальными, они назвали себя я же беден и нищий. То есть, потому что он постоянно нуждается в богатстве Божьем. Он называл слово твое слаще меда, оно лучше золота, и лучше золота самого лучшего. Поэтому он искал этого слова в ночи, размышлял на нем, он вставал, находил для него время. И тогда рука. Рука – это всегда смысл прилежности, действия, что-то делать. Но делать в границах Писания, делать по Писанию, молиться по Писанию, брать молитвенные слова, чтобы моя молитва и мое состояние соответствовало поклоннику. Естественно, прилежность в молитве дает человеку сверхъестественную способность иметь многоценное имущество. Притча 12, 27. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. То есть, ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. То есть, приравнивается, что дичь, то есть, умение поймать и жарить. А что, ленивый не жарит своей дичь, он что, ее сырую ест или как? Разумеется, он ее сырую не ест. Здесь речь идет о какой дичи? Здесь речь идет об охоте. Вы охотитесь на дичь, которую вы можете получить только в церкви. Вы не можете дичь получить в богословском учреждении. Там дичи нет, там скармливается такое уже готовое все, там все понятно, все ясно. А дичь – это надо быть охотником, надо ловить, надо все время искать это слово, ловить, потому что оно не прирученное человеком. Вы не можете его приручить. Вот оно, вот это неприрученное у Иоанна, хорошо видно, он был в пустынях с Богом, ел акриды и дикий мед, то есть, он охотился за словом Божьим. Мы должны быть охотниками, которые охотятся, ловят эту дичь, а потом начинают ее жарить, то есть, готовить они начинают ее, они над ней размышляют. Имеется в виду, жарить – это готовить на огне, вот мысли – это огонь. Огонь возгорелся в мыслях моих. Поэтому, когда вы начинаете думать о том слове, которое вы получили, вы начинаете жарить эту дичь. Вы готовите ее таким самым. Человек, который не размышляет, он ничего не сможет приготовить для себя, чтобы поесть. Я имею в виду слово Божье. Если он его получил, эту дичь, вот ленивый не жарит своей дичь. Оказывается, у ленивого тоже есть дичь. Он приходит и поймал это слово, но он его не жарит, он о нем не размышляет. Размышлять можно только о том слове, которое мы не понимаем. Когда вы слово Божье понимаете какое-то, вы не размышляете, вы просто делаете, знаете. А вот когда вы не знаете, вы думаете, что бы это Господь сказал, что же он имел в виду? И вы начинаете размышлять, думаете, и энергия, вот эта затрата размышлений от словом, вы жарите эту дичь. И написано, что ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. То есть ваше имущество становится дорогим, высокую цену обретает эта дичь, когда вы ее жарите, размышляете о слове Божьем, которое вы принимаете, но не понимаете. Естественная прилежность в молитве дает человеку сверхъестественную способность сделать все в свое время. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Притча 12.21.5. То есть обратите внимание, здесь тоже два сопостановления. То есть, оказывается, помышление прилежного стремится к изобилию, это говорит о том, что стремиться к изобилию, прилежность – это долготерпение. Потому что всякий торопливый терпит лишение. Он не может прийти к этому изобилию. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Вот о чем здесь говорится, что прилежный он терпит, он ожидает. И благодаря терпению он ждет, что Бог исполнит обещанное. Потому что терпением мы доказываем, подчеркиваем, что у нас есть упование. Если нет терпения, говорится, что нет упования. Если у меня есть упование, я буду терпеть. Если у меня в банке есть счет, я буду терпеть, пока лишение, знаю, что у меня в банке есть. А если ничего нет, тогда и терпеть нечего. Ну, там пусто. Пустой счет. А если у меня на счету многоценное, потому что всякий торопливый терпит лишение, почему? А у него там ничего нет, поэтому он и терпит. А помышление прилежного, видите, помышление, человек мыслит, терпит, ожидает, размышляет, и он стремится к изобилию. И Клисяц, 8 глава, 5-6 стих, объясняет эту мысль так. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, как это делать и кто скажет ему. Поэтому очень важно понимать, когда обетование задерживается в пути, знать, что Бог его послал, что оно на вашем счету. Но, возможно, кто-то его задержал, и надо прилежно молиться, чтобы вы узнали о нем. Просто иногда Бог уже послал к вам ответ, но если не будет прилежности, вы этот ответ не получите. Кто-то его задержал в пути. Вам надо продолжать молиться до тех пор, пока тот, кто идет, придет к вам. Потому что ваша прилежность – это его оружие. То есть, исходя из этого, оказывается, у ангелов нет своего собственного оружия, которым они борются за нас. Оружие ангела – это наши молитвы, чтобы вы поняли, чем борются ангелы. Иногда мы думаем, о, ангелы сильные, у них есть меч. Этот меч – это ваша молитва. Ангел не может бороться не вашей молитвой. Чем вы будете сильнее и прилежнее молиться, тем сильнее будет ангел, охраняющий вас. Давайте вспомним Даниила. Он постился уже 24-й день. И вот 24-й день коснулся его муж, он посмотрел, к нему пришел Гавриил. Это был очень могущественный архангел, так что у него не стало сил, он упал. Сил в нем не стало. И тогда ангел прикоснулся к нему, чтобы он мог с ним говорить, потому что он не мог говорить с ним от мощной силы, исходящей от Гавриила. И он говорит ему, муж желаний, в начале молитвы твоей вышло слово от Бога, ответ. И я пришел бы к тебе сразу, но царь царства персидского стал против меня. И тогда Михаил, стоящий за сынов народа твоего, Михаил Архангел, пришел и взял командование на себя, а я пришел к тебе. Обратите внимание, что это за, оказывается, Михаил Архангел, Гавриил со своими войсками, оружием их, была молитва Давида, ой, Даниила. Вот теперь представьте себе, что такое прилежность в молитве. Насколько это важный аргумент. Вы даете ангелам силу бороться за вас. Да, вы просто молитесь, вам кажется, вы немощны, вы изнемогаете, вы ничего не чувствуете, но в это время ад начинает дрожать от этой прилежности, содрогаться. А вы не чувствуете. Но потом приходит ответ, когда ангелы Божьи, используя ваши... Посмотрите в Откровении, что Бог говорит, Он берет молитвы прилежных людей в кадильницу, и когда высыпал на землю, земля содрогнулась, громы молнии потрясли землю. Вот что делает прилежность даже одного молящегося, даже одного молящегося. Один молящийся прилежной молитвой может поколебать все силы ада. Мы должны это прекрасно понимать и осознавать. Поэтому уверуйте в молитву, уверуйте в это средство. У вас есть оружие, которому нет аналогов в мире. Ни атомная, ни водородная бомба, ни все другие силы. Вот оружие в этом мире ничего не стоит. У дьявола нет этого оружия. Больше чего, все, чего боится дьявол, это прилежные молитвы. Потому что легко молиться в огне, в огне Святого Духа. Огня, Господи, больше огня. Да, нам огонь. Это просто вы хотите приятного помазания, вы хотите сладкий запах. Но сладкий запах приятного помазания не дает победу. Это только для того, чтобы общаться с Богом. Когда вы входите в Божье присутствие, там вы будете чувствовать приятное, такое благоухание, и вы будете, то есть, действительно, в экстазе находиться молитвенным. это общение с Богом. Но когда вы выполняете волю Божию и противостоите силам тьмы, вытесняете из своего наследия то, что вам принадлежит по праву, когда вы боретесь за свое обетование, вы не будете чувствовать сладкое помазание и огонь Духа. Потому что теперь ваш огонь передается естественная прилежность, становится сверхъестественной в руках ангела. И тогда Бог дает им слово, дает им меч. И чем прилежнее вы будете молиться, тем больше ангелов вступят в действие, в борьбу за ваше право. Вот так Бог определил. Далее естественная прилежность в молитве дает человеку сверхъестественную способность упразднить проклятие болезни. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленно молитва праведная. Иакова 5, 16. Усиленная – это прилежная. От души – это прилежность. Молиться от души – то есть прилежность. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Прилежная молитва праведного человека может очень много сделать. То есть Бог много мог бы делать для нас через молитвы друг за друга. Но для этого эта молитва должна быть прилежной. Человек должен думать, переживать и молиться в переживании. И поэтому в это время вы не чувствуете что-то. Вот все, вот все. Вам говорят, сообщают новости хуже, 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 хуже. А вы продолжаете молиться. Нет, нет. И, конечно же, вам будут говорить о всех симптомах, о всех нет. То есть прилежность победит любую болезнь, любой вирус, поставит все. Но только прилежность – это также терпение. Надо уметь ожидать, надо не ломаться. Прилежный человек не ломается, он потом видит, что ничего не получается. Пусть будет смерть, пусть приходит хоть что. Повторяю, прилежность в молитве – это такое мощное оружие, перед которым отступают все силы ада. Конечно же, Сатана не хотел, чтобы вы знали эту информацию. Он все что угодно будет вас толкать. К любому виду прославления, где вы можете наслаждаться. Здесь он не препятствует. Обычно он не препятствует в музыке. Расширяйте ваши музыкальные возможности, способности, потому что… Ну, так мы сотворены Богом. Это неплохо, это хорошо. Мы наслаждаемся приятной музыкой, слаженным пением. Бог наслаждается слаженным пением только тогда, когда есть прилежность, когда за этим слаженным пением стоит прилежность. Когда люди, затрачивая время не на служение, а на спевку, приходят вместе, чтобы спеться, чтобы потом группа вела это пение, вела в служении. Раньше это не было в собраниях применяемое. Приходили, абсолютно не готовят, приходили. Да, простенько споем вот так, простенько. И я помню, как один или второй дребезжащий голос какой-то сорушки начинал петь, и все за ним тянулись. Пока там начнутся проповеди, вот люди собираются. Мы же по домам собирались. И к этому привыкли. На самом деле никто не жарил вот этой дичи. Нужно готовиться, создавать такие, будем говорить, свой спецназ. Я, допустим, и Бог смотрит, и я на это смотрю как спецназ. Это группа специального назначения. А вы знаете, спецназ обучается по-особому, для того, чтобы... Есть спецназ молитвы, есть спецназ пения, это тоже молитва. У нас есть молитвенники, это тоже спецназ, ради которого Бог дает потом и мне, и поющим возможности петь. Самый сильный спецназ – это молитвенники. И не так их много. Обратите внимание, сколько людей остается на молитвенное служение. Я имею в виду на ночную молитву, которая не так уж и долгая, два часа. Но тем не менее, на нее не так много людей приходит. Я не хочу, чтобы просто... Я хочу, чтобы человек приходил от души, чтобы он понял, когда он поймет смысл прилежности, тогда он будет приходить, затрачивая. И вот тогда мы увидим сверхъестественное проявление в своей жизни на всем служении. Потому что Бог может благословлять нас только в теле, друг через друга. Признавайтесь друг при другом в проступках. Когда мы обилили друг друга, мы заболеваем. И заболевает часто тот человек, который ниже по рангу. Если лидер обижает младшего члена церкви... Знаете, кто заболеет? Не лидер. Заболеет младший член церкви, потому что он обиделся. Он не имеет права обижаться, даже если лидер с ним неправильно поступил. Если он сможет перекрыть и понять, что... Даже если он неправильно поступил, я должен смириться. И как только он смирится, тогда Бог его исцелит, если он обиделся. И написано, тогда человек должен пойти и пожаловаться на этого лидера. И когда он пожалуется, тогда придет пастор, возьмет лидера и возьмет человека, рассмотрит между ними и скажет, чтобы тот попросил прощения у того. Тот попросил, что он обиделся, а тот попросил прощения, что он неправильно с ним поступил. А потом помолится друг за друга, и написано, много может усиленной молитвы праведников. Здесь мы будем исцеляться. Многие из нас болеют из-за того, что обижаются друг на друга. Вот представьте себе, обиделся и заболел, и не знает даже, что причина это. Ты просто обиделся. Не надо обижаться. Мы обижаемся из-за какого-то слова, из-за какого-то... Кто-то сказал, кто-то нас поправил. Мы обижаемся, кто-то такой, ты не имеешь права поправлять. Да, он не имеет права поправлять, и вы обиделись на него, что он не имеет права поправлять. Но вы также обижаетесь и на того, кто обязан поправлять. Мало того, вы поправляете его. Да, вы не подходите ко мне и не говорите мне напрямую, что вот так и так. Но вы думаете сами в себе, почему он это говорит, как он это мог сказать, а почему он это мог сказать. Иногда я слышу, эти слова доходят до меня, и мне становится грустно. Я не обижаюсь, но я понимаю, что тот человек, который как-то каким-то образом пытается меня контролировать, что я должен говорить что-то, а почему он еще об этом не говорил, а почему вот это он говорит не так, а почему он дает плохой пример нашим детям, он говорит, что он не слушался, всю школу на дыбы поднимал, зато я слушался Бога и слушался моих наставников. Вы хотите, чтобы послушание было везде? Послушание везде невозможно. Если вы слушаетесь одного, значит вы не слушаетесь другого. Я слушался то, что я слышал в церкви, поэтому я не слушался в школе, потому что школа говорила противное. Что я даю детям противного? Я детям наоборот говорю, чтобы они не слушались греха. Когда будут говорить в школе идею какую-нибудь, что человек от обезьяны, чтобы они не слушались этого, чтобы они знали, что человек сотворен Богом. И что я сказал такого? И тем не менее сразу, о, вот это наши дети не будут слушаться. Пастор плохой пример им подает, говорит, каким он был хулиганом. Я не был хулиганом. Я любил Бога и говорил это по ревности Божией. Я слушался и благоговел перед церковью и перед братьями. И как я сказал, они для меня были ангелами. В прямом смысле слова. Прилежная молитва. Давайте не забудем о ней. Запомним, что каждый элемент, он имеет свое лицо, свою сущность. Но прилежная молитва, она вывела Христа из смерти и победила смерть. Она победит болезнь, победит все ваши трудные обстоятельства. Потому что за ней идут сверхъестественные проявления. Любая прилежность естественная влечет за собою сверхъестественное присутствие Бога. Ангелы Божии будут сражаться вашей прилежностью. Это их оружие. Аминь. Будем молиться. Да благословит нас Господь. Тебесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя на этом святом месте, которое Ты очертил для поклонения святому имени Твоему собранию святому. Мы благодарим Тебя, что здесь мы можем применять свою прилежность в молитве, как средство, оружие которому нет аналогов в мире. Ты ждешь этой прилежной молитвы, желая помочь нам вмешаться в нашу жизнь. Потому что Ты сам, что не делаешь, делаешь с прилежностью. Все, что Ты не делаешь, Ты влаживаешь туда всего самого себя, затрачивая себя. Да будет благословенна премудрость Твоя в прилежности, которую Ты сегодня предложил народу Твоему, чтобы мы применяли, чтобы наша молитва имела эту характеристику, это свойство прилежности. Молиться постоянно, молиться с прилежностью от души, молиться с усилием, сопротивляясь плоти, немощи, сопротивляясь всевозможным искушениям, увлечениям и развлечениям. Да будет прилежность славною Деодемою на головах Твоих воинов. Да будет это их оружием, которое они смогут передавать ангелам Твоим, чтобы они вместе с нами боролись. Ибо служение ангелов таинственно находится за гранью нашего ума. И тем не менее наша прилежность соединяет нас с ними. Она приводит их в возбуждение и в радость. Они получают силы и этой сверхъестественной возможностью, которая преобразовывается через прилежность, они атакуют адские твердыни и разрушают их для нас, защищая нас и выводя нас из трудных обстоятельств. Несмотря на то, что много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь благодаря прилежной молитве праведника. Бог не избавляет просто так праведника от скорбей. Только тогда, когда у него есть элемент прилежности, тогда ты приходишь в ответе и с ответом для Него. Благодарю Тебя, Отец. Во Христе Иисусе поклоняюсь пред Тобою с народом Твоим. Призываю милость Твою и исцеление Твое на наследие Твое. Те, кто отстал и находятся в обозе, да будут они благословены пред лицом Твоим, потому что некоторые устали, изнемогли. И мы не осуждаем их, потому что Ты тоже не осуждал. Но так как мы в теле, мы будем молиться друг за друга, поощрять друг друга, чтобы продолжали уповать на Тебя, что рано или поздно Ты ответишь. И уже ответил, но Твой ответ, возможно, задержался в молитве. Исцеление идет и задержалось. Нам нужно прилежнее провозглашать победу в исцелении, что Бог исцелил нас во Христе Иисусе и положил на нас счет исцеления. Нам следует благодарить Бога за то, что Он исцелил нас во Христе Иисусе. И следует прилежнее молиться. Благословлять Его. Нам следует ценить Твое Слово и считать Его самым великим богатством. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за воинов молитвы. Благодарю Тебя за эту гвардию, за этот духовный спецназ. Да будет Он благословен, особым благословением, потому что мы нуждаемся в молитвах друг друга. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.